В Люберцах состоялся зональный этап соревнований по шахматам и шашкам. 13 сильнейших команд со всех соседних городов Подмосковья поборолись за выход в финал. Почему школьники все чаще выбирают этот вид спорта, узнавала наша съемочная группа. С ладьями и королями он познакомился еще в 6 лет, а теперь без шахматной доски он не представляет свою жизнь. Кирилл Филиппов совершенствует свои навыки ежедневно. Для него шахматы не просто хобби, а незаменимые помощники в интеллектуальном росте. Это очень интересно, это постоянно поддерживает твой мозг в напряжении. Ты развиваешь свой мозг, память развиваешь. Ты можешь продумать ситуацию в жизни за много ходов. Если ты можешь обдумывать свои поступки, сделай поступок, ты сразу обдумаешь, к чему он приведет и что произойдет из-за этого. Команда первой гимназии, в которой учится Кирилл, стала лучшей в Люберцах, как в шахматах, так и в шашках. На зональном этапе именно они защитили честь городского округа. Этими видами интеллектуального спорта у нас занимаются как на базе дополнительного образования, так и в школах. Обучают как можно больше детей, вовлекают. Во внеурочное время у нас обучают. И наши дети очень умные. Надеемся все-таки, что мы пройдем финал. Очень хочется. Все территории очень сильные. Это тоже представители спортивных клубов по шашкам, шахматам. И тоже приехали некоторые с тренерами. Бронницы, Лыткарина, Раменская, Жуковский и многие другие. 13 команд из 8 городов и 50 участников, которые накануне опередили всех в своем городе. Просчет комбинаций – логическое мышление. Как показала практика, полезный умственный спорт в век интернета набирает былую популярность. А в шахматы бум. В шахматы всегда есть перспективы, всегда рост есть. Детей, которые хотят заниматься, очень много. Очень много. И это перспективы, это интересно людям. Кстати, в шахматы можно играть и до глубокой старости. По итогу соревнований в шахматах победу одержали люберцы. В шашках лучшей стала команда «Бронниц». Победители зонального этапа будут участвовать в финале среди сильнейших команд Подмосковья, который состоится 15 февраля. Анна Троян, Максим Горсков, телеканал ЛРТ.